Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Глава Республики Рашид Тимрезов принял участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России. Он проголосовал за поправки на участок, пришел вместе с детьми, потому как считает очень важным, чтобы они тоже почувствовали свою причастность к историческому событию. Голосуя за предложенные поправки, граждане отдают голоса за стабильное и защищенное будущее детей. Новая редакция Конституции соответствует тому большому пути, который прошла наша страна и в политической, и в экономической, и в социальной сфере. И Конституция должна соответствовать новым требованиям и потребностям наших граждан и государства. Это суверенность, безопасность, сохранение исторической правды и, конечно, социальная направленность. Впервые социальные нормы и гарантии для людей и семей закреплены конституционно на многие десятилетия вперед. Предлагаемые поправки еще раз подтверждают, что Россия сильное, суверенное и социальное государство с сильным национальным лидером. Жителям Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов предложил выбрать наиболее удобную форму для голосования и принять участие в этом важном историческом событии. Тем более, что предусмотрены все санитарно-эпидемиологические меры, чтобы процесс голосования был быстрым и безопасным. Председатель Координационного центра «Мусульман» Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев принял участие в голосовании по поправкам Конституции России. Не так давно Исмаил Хаджи вылечился от коронавируса и пока восстанавливает силы. В связи с этим он воспользовался правом проголосовать дома. С муфтием Карачао-Черкесии пообщался и Алихан Лепшоков. Раньше я в первой половине дня успевал поехать на свой участок и проголосовать, а вот сегодня решил воспользоваться правом проголосовать дома, рассказывает председатель Координационного центра «Мусульман» Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев. Представители сберкома посетили муфтия Карачао-Черкесии рано утром и вручили бюллетень для голосования. Каждый верующий мусульманин, как гражданин своей страны, должен принимать участие в ее судьбе. И каждый из нас должен относиться к этому ответственно, подчеркнул Исмаил Хаджи. Я мог бы, ссылаясь на то, что я болею, не мог пойти на участок, мог бы оставить это голосование, но этого не смог сделать, поэтому пригласил. У меня один голос, и этот голос я хочу, чтобы он тоже был за то, чтобы наше государство было мощное, и чтобы я гордился этим государством. В нашей беседе муфти Исмаил Хаджи Бердиев рассказал о том, как проходил лечение от коронавируса в Москве. Этот вирус очень коварен. Любая болезнь или неприятность является испытанием для верующего, который мы должны проходить с верой и терпением, отметил Исмаил Хаджи. Он пожелал всем здоровья и благополучия. Огромное спасибо медицинским работникам. Это очень сильный труд у них, очень сильная нагрузка у них, и поэтому они сделали все, что возможно и невозможно, и вернули меня к жизни. Наверное, не доделал я еще здесь кое-что, но вот надо это все доделать. В первую очередь это перед Всевышним. Мы должны благодарить Всевышнего и уже делать то, что не способно нам в Коране, в хадисах. Сегодня Исмаил Хаджи Бердиев постепенно восстанавливает силы и в скором времени пройдет курс реабилитации. Муфти Республики отмечают, что каждый из нас должен относиться к своему здоровью с особым вниманием и ответственностью, особенно в период пандемии. Алихан Лепшоков, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Кисловодск. В Черкесске на оборудованных участках граждан встречают вежливые представители избирательной комиссии, общественные наблюдатели и медицинский работник. После обязательных противопедемиологических процедур выполнить свой гражданский долг не составит никакого труда. Вся процедура голосования выполняется четко и слаженно. Избирком Республики и Роспотребнадзор рекомендует не задерживаться на территории участков более чем на 15 минут и советует не прикасаться к различным поверхностям. Как отмечают наблюдатели, скопление людей не наблюдается и голосование проходит в штатном режиме. Каждый гражданин Российской Федерации принимает очень важное решение и голосует за или против внесения новых поправок в Конституцию Российской Федерации. Являясь работником культуры, меня, конечно же, больше интересуют поправки, которые касаются области культуры. Те поправки, которые сегодня внесены, это защита исторического права, это культурное наследие и, конечно же, поправка по волонтерам. Как показала практика, последние годы волонтеры показывают очень большие результаты. Волонтеры культуры работают на всех культурно-массовых мероприятиях, работают с людьми, работают на всех открытых и закрытых площадках. И это очень важное решение, которое сегодня вносится в поправки Конституции Российской Федерации. Я думаю, что каждый гражданин России обязан прийти и высказать свое мнение в данном голосовании. И вести из Оперштаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 3448. Выздоровели более 1565 госпитализированы. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. Карачаево-Черкесия Температура ночью 13-15, днем 29-31 градусов тепла. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный, безналичный расчет, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%, от 150 тысяч скидка 7,5%. Черкеска, улица Октябрьская, 321-Б, телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». Продолжаем выпуск. Участок для голосования работает и в звездном городке Буково. Как наука, обозначенная в основном законе страны, узнавала Мадина Каракетова. Из Сауран ее репортаж. Гора Пастухова – одно из самых живописнейших мест в Карачаевой Черкесии. Днем отсюда можно любоваться красивыми видами Архыского ущелья и даже увидеть храмы древнего Аландского городища. А ночью любоваться самым красивым звездным небом. В том числе и в телескоп самого большого в России на сегодняшний день Ассрофизического центра наземных наблюдений за Вселенной. Конечно, вам предоставят любительский телескоп. А сами ученые наблюдают за небесными телами при помощи специального оборудования. Сауран располагает двумя крупными телескопами – шестиметровым оптическим рефлектором БТА и кольцевым радиотелескопом Ротан-600. В Сауран работает более 400 человек и четверть из них – научные сотрудники. Обсерватория также принимает международные научные конференции, на которые приезжают именитые астрофизики со всего мира. На последней конференции ученый-астрофизик из Франции Жан-Батис Соломон признался, что приехал сюда в первую очередь ради того, чтобы познакомиться с местным астрофизиком Дмитрием Макаровым и лично пожать ему руку. Большой телескоп, азимутный или БТА, считается крупнейшим в России. Его до сих пор используют не только российские ученые, но и ученые из разных стран. А вот радиоастрономический телескоп все еще остается самым большим в мире – радиотелескопом с рефлекторным зеркалом диаметром 600 метров. Ученые-астрофизики могут часами рассказывать о Вселенной, звездах, про черные дыры, о которых мы не раз слышали, и малоизвестных обычным людям красных карликах всю просолнечную систему. Например, БТА видит звезды на расстоянии 13 миллиардов световых лет. Но все ученые мечтают заглянуть дальше, за пределы Вселенной, а для этого нужна государственная поддержка научного потенциала и финансирование научных исследований. И, возможно, именно благодаря поправкам в Конституцию российским ученым удастся сделать такой мощный шаг вперед. Одним из первых пришел отдать свой голос за поправки в Конституцию заместитель директора по научной работе САОРАН Дмитрий Курявцев. В Конституции закрепляется поддержка научных исследований в Российской Федерации, направленность исследований на поддержку приоритетов научного развития, установленных в Российской Федерации. Нужно сказать, что поддержка оказывается и сейчас уже до принятия новой Конституции. Есть большое количество программ конкурсных, по которым идет поддержка, есть базовое финансирование, и сейчас у нас поддержка отдельно по уникальным научным установкам, в частности, наших крупных телескопов РОТАН-600 и БТА. Момент того, что поддержка научных исследований отмечена в Конституции непосредственно, это, конечно, момент положительный. Избирательный участок под номером 123 в Буково для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию расположили в здании местной школы. Измерение температуры, вручение маски, перчаток и ручки при входе – стандартная процедура для каждого участника голосования. В Буково в списке голосующих 477 человек. Элеонора Долженко считает это своим гражданским долгом. После предъявления паспорта ставит подпись, берет бланк и направляется в кабину для голосования. Заполненный бюллетень погружается в прозрачную урну в присутствии наблюдателей и других участников голосования. Очень удобно и приятно. Я проживаю на территории территориально в городе Пятигорске Ставропольского края. И переживала по этому поводу, что мне придется как раньше идти брать где-то откреплительный талон, тратить свое личное время. И вот тут вот узнала о системе мобильного голосования, написала заявление на голосование по месту нахождения. Очень удобно. Все организовано. Средства индивидуальной защиты, индивидуальная ручка, дистанция в связи с событиями, которые сейчас у нас есть. Конечно, я исполнила свой гражданский долг. Я считаю, что это долг каждого гражданина, потому что именно Конституция у нас формирует гражданский характер страны и помогает самоидентификации наций. Разметка на полу, отдельный вход на участок и выход, санитарная обработка помещения. В течение каждого часа дополнительные меры безопасности. Голосование будет проходить в течение семи дней, чтобы избежать очередей, минимизировать контакты и обеспечить каждому гражданину комфортные условия для реализации своего права голоса, говорит председатель избирательного участка. У нас обеспечивается тайна голосования. Есть специальные кабинки, но в этот раз они без шторок, чтобы люди лишний раз не трогали ничего руками. Сохранность бюллетеней обеспечивается полицией. Мы все бюллетени посчитали, опечатали, в сейф закрыли, и сейф у нас охраняет целых два полицейских. Уже сегодня на 11 часов утра по поправкам в Конституцию проголосовало 47 граждан России. Общероссийское голосование продлится до 1 июля включительно. Участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Мадина Каракитова, Али Баташев, Али Бастанов, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Буково. В Доме правительства составилось межведомственное совещание на тему проведения ЕГЭ в республике. Собравшиеся обсудили вопросы организации экзаменов, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и безопасности школьников. Подробности у Руслана Жукаева. С 3 июля в Карачаево-Черкесии стартует единый государственный экзамен. В этом году по решению Министерства образования ЕГЭ будут вставать только те, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. На данный момент в республике 1948 заявок на сдачу экзамена. Для проведения единого государственного экзамена в 2020 году в условиях пандемии коронавируса в республике организовано 15 пунктов проведения экзаменов во всех муниципальных районах и городских округах. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с учетом социального дистанцирования подготовлено дополнительно 4 пункта проведения экзамена. Это 32 аудитории, использовавшие при проведении ЕГЭ в прежние годы, и 10 новых аудиторий в трех существующих пунктах проведения экзамена. Большое значение на совещании уделили вопросу создания условий для безопасного проведения экзамена в период пандемии коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что в республике приступили к первому этапу снятия ограничений, очаги инфекции все же существуют. Роспотребнадзор в содействии с Министерством здравоохранения проработали меры профилактики заражения инфекцией. Для обеспечения безопасности здоровья участников и организаторов ЕГЭ приобретены необходимые средства защиты. 43 тысячи одноразовых масок, 29 тысяч перчаток, 2,5 тысячи литров дезинфицирующих средств, 30 обеззараживателей воздуха, 53 бесконтактных термометра. Также из дошкольных и общеобразовательных организаций будем задействовать 84 бактерицидных обеззараживателей. Они также будут переданы в пункты проведения экзамена уже сегодня. Работники общеобразовательных учреждений, задействованные в проведении единого государственного экзамена, с 1 июня находятся в отпуске. Также ведется мониторинг состояния здоровья организаторов и педагогов и наличие их контактов с заболевшими людьми. Руслан Жукаев, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все Вести. Прямо сейчас смотрите первые серии фильма «Березка». Приятного просмотра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова